Вновь время новостей, с вами Арстан Балтин, здравствуйте. Еще 14 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Казахстане. Пациенты помещены на стационарный карантин в Нур-Султане. Общее число инфицированных к этой минуте составляет 27 человек. Как сообщил министр здравоохранения Елжан Бертанов, все контактировавшие лица с зараженными установлены. Всего на стационарном карантине в Казахстане находятся 1536 человек. Еще 1094 на домашнем. В целом же, как заверяет глава ведомства, ситуация находится под контролем. Сообщаем о зарегистрированных новых 14 пациентах в городе Нур-Султан. Эти пациенты сегодня помещены на карантин. И в рамках их обследования у них подтвержден диагноз. Все контактные лица по этим 14 пациентам, они определены. В данный момент проявляется их карантинизация и изоляция. В целом, хочу сказать, что ситуация находится под контролем правительства. Работает государственная комиссия. И все необходимые решения по предотвращению распространения вируса и оказанию медицинской помощи населению в полном объеме оказываются. Также сегодня вступило в силу новое постановление главного санитарного врача. Расширен список стран, по прибытии из которых казахстанцы должны быть помещены на стационарный карантин. В эту категорию сейчас входят Франция, Иран, Италия, Испания и Германия. В категории 1Б находятся Китай, Южная Корея и другие страны Шенгенской зоны. Граждане, прибывающие из этих государств, должны быть помещены на обязательный домашний карантин. Причем по решению врачей они могут быть переведены с домашней на стационарную изоляцию. Пакет мер по поддержке казахстанского бизнеса представили сегодня на заседании в правительстве. Согласно документу, в период чрезвычайного положения в республике запретят начислять вознаграждения по кредитам, которые просрочены более чем на 90 дней. Это коснется физических лиц, которые имеют беззалоговые потребительские займы. Помимо этого, до 15 апреля не будут начисляться штрафы, неустойки при просрочке платежей по займам или микрокредитам, как физических, так и юридических лиц. Кроме того, с 16 марта банки и микрофинансовые учреждения должны предоставить отсрочку кредитных платежей на 90 дней индивидуальным предпринимателям и субъектам МСБ, финансовое состояние которых ухудшилось из-за пандемии. Параллельно с этим, все крупные объекты торговли, кинотеатры, спорткомплексы освободят от налога на имущество сроком на один год. Для них также приостановят начисление пени на первый квартал и перенесут налоговый отчет за третий квартал. Правительство примет беспрецедентные меры поддержки предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Делается это для дальнейшего увеличения внутреннего производства и снижения зависимости национальной экономики от импорта. В цельном случае производства и насыщения внутреннего рынка объем кредитования национальной экономики будет значительно увеличен. Помимо этого, мы обязуем банки не начислять штрафы и пени при просрочке платежей, возникших у заемщиков при введении телезвычайного положения. Между тем, цены в магазинах должны вернуться на уровень начала прошлой недели. Если этого не произойдет, то будут применяться необходимые меры. Министр торговли и интеграции обратился к казахстанским предпринимателям. Бахат Султанов призвал бизнесменов не пытаться необоснованно повышать ценники на продовольственные товары. Также наши органы по защите прав потребителей будут проводить регулярно правительству предоставлено возможность введения предельных цен. Конечно же, это не рыночная крайняя мера, но это действенно будет инструмент для того, чтобы наши предприниматели понимали, что во время чрезвычайного положения необходимо обеспечивать и социальную ответственность со стороны бизнеса. Наживаться на наших гражданах в условиях такого положения мы не позволим. Об антикризисных мерах, принятых правительством страны, в прямом эфире мы поговорим с независимым экспертом по банковским вопросам Нуржаном Биакаевым. Нуржан, здравствуйте. Как себя чувствуете-то? Прекрасно, спасибо. Хорошо. В период чрезвычайного положения принято решение не начислять штрафы при просрочке более 90 дней по потребительским займам. Как вы думаете, как будет работать этот механизм? Это первое. Будет ли отсрочка автоматической или же как-то будет необходимо личное обращение? Добрый день. Действительно, сегодня финансовым регулятором принято ряд мер для недопущения повышения закредитовости населения, а также малого и среднего бизнеса. Принято ряд мер в части предоставления, скажем так, каникул по погашению основного долга и вознаграждения, как для субъектов ИП и МСБ, так и для физических лиц. Единственное, что физлицам этот проект рассматривается в период действия чрезвычайной ситуации. Пока что его объявили на месяц, 16 марта по 15 апреля. Для субъектов МСБ это предоставлено сроком на 3 месяца. Я считаю данные действия финансового регулятора очень своевременные и правильные. Почему? Потому что, кроме того, чтобы не допустить, допустим, дефолта заемщиков по погашению действующих обязательств, еще банки должны, в свою очередь, поддерживать ликвидность и также продолжать финансировать как заемщиков физических лиц, так и субъектов малого предпринимательства. То есть бизнес-деятельность банков при этом не должна останавливаться и не должна негативно отражаться на всей банковской системе. Нет, но вот все-таки должно же все-таки, наверное, отразиться это на банковской системе. Все-таки банки не привыкли работать себе в ущерб. Или все-таки сыграет роль другое решение Кабмина, это исправление кредитной истории в случае погашения больше половины просроченной задолженности в течение года. Здесь вот действительно следует отметить, что это такой, скажем так, беспрецедентный шаг со стороны финн-регулятора. На сегодняшний день, насколько я знаю, по улучшению информации, исправлению информации по кредитным бюро, кредитной истории еще пока что такого не было. Поэтому сейчас дается действительно такая возможность заемщикам в случае погашения 50% от начисленной просроченной задолженности, возможно такое, что информация в кредитном бюро будет корректироваться и списываться. В том числе касательно того, что банки не привыкли, допустим, идти на такие меры, но в свою очередь финансовый регулятор ослабляет требования к банкам в части соблюдения протенциальных нормативов. Есть такое понятие протенциальных нормативов. В этой связи финн-регулятор ослабил требования к собственному капиталу, к коэффициенту. Ко многим позициям я сейчас не буду перечислять. Это все сделано для того, чтобы облегчить хотя бы на время действия этого ЧАЭС банкам по поддержанию ликвидности. Спасибо за ответы. Напомню, мы беседовали с независимым экспертом по банковским вопросам. Нуржаном Биакаевым вам хорошего дня. Спасибо большое. Взаимно. В Казлардинской области для сдерживания цен на продукты питания заключены соглашения с 13 крупными торговыми центрами. В стабилизационном фонде региона хранится больше 1200 тонн сельскохозяйственной продукции. Также дополнительно планируется закупить 3500 тонн продуктов первой необходимости. Этот вопрос находится на постоянном контроле руководства области. В регионе не прекращается производство агротоваров, достаточно запасов продуктов и в торговых точках на складах и 27 социальных магазинах региона. Для хранения овощей в регионе построен склад вместимостью больше 2000 тонн. Мы объехали все крупные торговые точки. В них не наблюдается массового скопления людей или дефицита продуктов. Торговля идет в обычном режиме. Запасов горюче-смазочных материалов, являющихся важнейшими из непродовольственных товаров, в регионе достаточно. Имеется 2800 тонн бензина марки АИ-92 и больше 3000 тонн дизельного топлива. Значительных изменений в ценных нет. В Актюбинской области ситуация по коронавирусу также находится под контролем. Граждане, прибывшие из неблагополучных в этом плане стран, находятся под медицинским наблюдением в стационаре. Несколько десятков человек на домашнем карантине. Какие меры принимаются в регионе в целях профилактики, распространения опасной инфекции, расскажет моя коллега Айсулу Махмутова. Айсулу, какова на данный момент эпидемиологическая обстановка? Да, Арстан, Актюбе, к счастью, относится к тем регионам, где не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции. Правда, количество пациентов в инфекционной больнице этой ночи увеличилось на два человека. Они прибыли накануне из Таиланда. Таким образом, в стационаре сегодня находится 7 человек. Это жители региона, гостившие в Италии, Франции, США и Южной Корее. Все они прошли полное медицинское обследование. Анализы на коронавирус отрицательные. На домашнем карантине содержится 63 человека. Их состояние врачи контролируют путем ежедневного обзвона. До ночи удоставлены еще два наших граждан, которые приехали из Таиланда. Были сняты с поезда, мать с ребенком. На данный момент состояние удовлетворительное. Признаков коронавирусной инфекции нет. Лабораторные анализы сейчас в процессе. Сейчас суммарно в инфекционном госпитале у нас находятся 7 пациентов. У них состояние удовлетворительное. Признаков коронавирусной инфекции нет. Кроме тех, которые последние госпитализированы, у всех анализы отрицательные. Тем временем в медучреждениях области подготовлено свыше 800 коек. Количество которых при необходимости будет увеличено до 5000. Персонал прошел обучение и полностью обеспечен защитными костюмами. Создан запас противовирусных препаратов. Что касается дефицита медицинских масок, данный вопрос в регионе все еще актуален. По информации областного управления здравоохранения, для решения проблемы принимаются определенные меры. Местная компания увеличила их производство с 4 до 7 тысяч в день. Кроме того, мы сейчас уже максимально обеспечиваем коллективы многоразовыми масками. Вчера уже 5000 масок было выдано. Сегодня порядка 10 тысяч масок организованным коллективом будет выдано. Постепенно вопрос мы решаем. Антисептики? Антисептики у нас в достаточном количестве. В принципе, перебоев, проблем с обеспечением антисептическими растворами у нас. Санитарно-эпидемиологический контроль усилен на ЖД вокзале и в международном аэропорту. На пунктах пропуска Жайсан и Олимбет. На границе с Российской Федерацией обследовано свыше 20 тысяч человек. Лиц с высокой температурой и жалобами на плохое самочувствие не выявлено. Арстан, на этом у меня пока вся информация. Будем держать вас в курсе событий. Спасибо. Мерах по профилактике COVID-19 нас информирует из Актюбинской области моя коллега Айсула Махмутова. На Тенгизе усилены меры безопасности. На сегодняшний день там трудятся свыше 35 тысяч человек. Для изоляции больных с подозрением на коронавирус подготовили 286 койко-мест. На данный момент случаев заражения коронавирусом среди работников тенгизского месторождения не зарегистрировано. В случае необходимости предусмотрена возможность мобилизации до 100 человек медицинского персонала. На сегодняшний день тенгизское месторождение работает в штатном режиме. Дополнительно мы провели очень много мероприятий. Поставили дополнительные дезинфекцирующие блоки. Подготовили места для карантин. У нас в этом отношении подготовлено. Работники переведены некоторые на дистанционную, но по тенгизскому месторождению они работают. Восемь санитарно-карантинных пунктов на границе с Россией создано в Костанайской области. Ежедневно пункты пропуска пересекают более 4 тысяч человек. С ними круглосуточно работают эпидемиологи и медики. Те, кто заезжает из неблагополучных по коронавирусу стран, берут на контроль. По официальным сообщениям, на данный момент больных COVID-19 в регионе нет. Сейчас с нами на связи наш корреспондент Наталья Строкова. Она готова рассказать о том, как живет регион в условиях чрезвычайного положения. Наталья, какие меры в вашем регионе принимают для профилактики? Спасибо, Арстан. Начну прежде всего с цен на продукты и питание. Они сейчас взяты на контроль. Делают это за счет интервенций из стабилизационного фонда. Сейчас продукты по сниженным ценам продаются в 120 магазинах региона. И запасов, по словам специалистов управления сельского хозяйства, в достатке. Самых ходовых товаров, таких как крупы и макаронные изделия, хватит почти на год. И вот буквально сегодня с утра мы успели побывать в нескольких супермаркетах. Ажиотажа среди населения там нет. Продуктовые полки заполнены. Но, как отмечают продавцы, покупать стали больше средств личной гигиены, алкоголя и продуктов питания с длительным сроком хранения. Также кустанайцы активно приобретают и маски. Они уже появились в аптеке, но в последние несколько дней они были в дефиците. Сейчас их продают по 50 тенге и не больше 10 штук в руки. Делают это для того, чтобы избежать спекуляций. Ну и отмечу, что буквально с конца прошлой недели швейная фабрика начала самостоятельно тоже выпускать маски. Делают их из марли по 10 тысяч штук в сутки и поставляют в аптеки и розничную сеть. Будем обеспечивать нашу область. Не только нашу область. Собираемся поставки делать и в столицу нашу. Есть возможность увеличения. Можем увеличить до 50%. В полтора раза, в два раза. Будем смотреть, исходя из потребностей и необходимостей. На сегодняшний день в области закрыты 7 кинотеатров и 14 детских развлекательных центров. Рестораны и кафе не принимают заказы на проведение больших банкетов. А вот у водителей такси работы наоборот прибавилось. Пассажиропоток у них увеличился, но при этом стоимость поездок осталась прежней. Часть населения продолжает передвигаться на автобусах. Их также начали обрабатывать дезинфицирующими средствами. Это вода с хлорка. То есть перед выездом на маршрут автобус опрыскивают раствором. Потом в течение дня на конечных остановках салон должны обрабатывать уже сами водители. Мы сегодня тоже побывали на нескольких маршрутах. Но, к сожалению, добросовестными оказались не все перевозчики. В некоторых автобусах не оказалось антисептиков и средств с хлоркой, которые содержатся. Сейчас рядом со мной находится руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Уралбек Магомбетов. Добрый день. Скажите, на сегодняшний день обработка автобусов пока остается на совести перевозчиков? Или какой-то будет контроль со стороны за ними предусмотрен? Есть постановление главного санитарного врача. И все организации, независимо от форм собственности, обязаны это все выполнять. Мы раздали всем предписание, где четко и ясно указали на все их действия, что они должны делать. В соответствии с этим, сейчас созданы мониторинг группы, мы будем контролировать и фактически промониторим все маршруты, все автобусные парки. И, соответственно, люди, которые нарушают данное постановление, будут наказаны. И такой вопрос. На сегодняшний день у нас в области сколько человек находится на карантине? Где развернутые койки и какое количество их? Ну, наверное, уже ни для кого не секрет, что все страны разделены на категории. Но самая опасная категория – это первая А. На сегодняшний день у нас никого нет. По данной категории не находится стационарий. По первой Б категории у нас 52 человека находятся на контроле. Это люди с Германии, Испании. Но это граждане всех Казахстана. Но в связи с тем, что вышло новое постановление, с сегодняшнего дня фактически Германия переходит в категорию. Я почему говорю Германия? Это основное количество людей, наших граждан, которые побывали там и приезжают, переходит в категорию 1А. И, соответственно, мы их будем госпитализировать в наши провизорные карантинные госпиталя. У нас 695 коек, из них, значит, 85 – это инфекционные, остальные провизорные и карантинные. Люди подготовлены, коечный фонд и больницы готовы, фактически медикаменты и так далее, медооборудование. Все полностью находится сегодня в 100% готовности. Спасибо. Ну, я добавлю, что сегодня в области на границах с Россией установлено 8 санитарно-карантинных пунктов, въезжающих в Казахстан. С теми, кто въезжает в Казахстан, работают эпидемиологи, с ними также проводят разъяснительные беседы. Но, что касается самого областного центра, хочу отметить, что паники среди населения нет. Вот здесь мы в центре самом находимся примерно около двух часов. И жители, которые ходят в масках, встречаются редко. Это примерно один человек на 10-15 прохожих. На этом у меня все. Арастан. Спасибо, Наталья Строкова, о том, как живет Кустанайский регион в условиях чрезвычайного положения. Регулярную дезинфекцию проходит весь общественный транспорт Мангыставской области. Салоны обрабатывают хлоркой и различными антисептиками. Власти обещают, несмотря на усиленные меры профилактики, все 74 автобуса «Октава» будут работать в прежнем режиме. И никаких проблем с перевозкой пассажиров не возникнет. Обработка проводится каждые два часа. Кондукторы и водители, они все оповещены, что им необходимо соблюдать меры профилактики. То есть им надо как можно чаще мыть руки, желательно соблюдать масочный режим, потому что это самая подверженная категория населения, которая оказывает услуги для населения. Контакт с населением очень большой. Поэтому им необходимо маску менять каждые два часа. Ну и тем самым они также находятся в автобусе. Если автобус хорошо проветривается, обрабатывается, то они будут защищены. К дезинфекции общественного транспорта приступили и в Актобе. Специальным антибактериальным раствором обрабатываются салоны всех автобусов, курсирующих по городским маршрутам. Специалисты в защитных костюмах встречают водителей на конечных пунктах. При помощи спецоборудования проводят санитарную обработку салонов. Кондукторов перевозчики обеспечивают масками и перчатками, дезинфицируют и остановочные павильоны, где наблюдается большое скопление людей. В день у нас выходит порядка 200, даже больше 200 автобусов ежедневно по 34 городским маршрутам. Мы сами закупили дезинфицирующие средства, специальные растворы, которые произведены в Казахстане. Они безвредны для людей, но в то же время хорошо справляются с дезинфекцией. С помощью Акимата началась работа по полной дезинфекции салона, привлечены сотрудники СС. Для водителей и кондукторов раздаются маски. Прервемся на небольшую паузу и скоро продолжим, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова В связи с пандемией коронавируса и введенным режимом чрезвычайного положения, госорганы страны приступают к переводу многих процедур в онлайн режим. Теперь 80% госуслуг можно получить, не обращаясь в ЦОН. Это и процессы по замене паспортов и удостоверения, а также получение пособий, выплат и услуг ЗАГСа. Кроме того, в скором времени без посещения ЦОН можно будет оформить и электронно-цифровую подпись. Необходимо отметить, что более 600-800 услуг госуслуг, а именно 80% доступны онлайн через портал правительства посредством ЭЦП и одноразового пароля, включая и услуги в специализированную ЦОН без посещения фронт-офисов. Тем самым активно используя электронных услуг граждане может уменьшить количество пребывания в отделах филиала и снизить риск распространения любых выростных заболеваний. Медицинская маска стала самым востребованным аксессуаром этой весны. Спасаться от опасного вируса мировые дизайнеры решили стильно. Они считают, что паника вокруг COVID-19 не является поводом для прекращения экспериментов со стилем. Гламурные средства защиты надели популярные актрисы, блогеры, модельеры. В тренде оказались и алматинцы. Но только заказывают маски ручной работы, они чаще не для образа, а из-за пустующих оптичных полок. Похожая эпидемия коронавируса подарила новый аксессуар миру моды. И хотя фэшн-показы проходят за закрытыми дверьми, защитная маска стала плодородной почвой для экспериментов. Дизайнеры украшают их стразами, кружевом, яркими принтами, объемными цветами. На подиуме можно заметить изделия из кожи и меха. Не забывают модные дома добавлять свои логотипы. Причина солд-аута, аксессуара, по мнению некоторых, в том, что он придает образу загадочную драматичность. Но в сети эту моду воспринимают не иначе, как хайп. Многие блогеры критикуют звезд за попытку заработать популярность на страшной болезни. Казахстанские же артисты пока в причудливых масках замечены не были. Тем не менее, судя по запросам в интернете, алматинцы заинтересованы в изделиях именно ручной работы. Не случайно даже на белку возле атакента надели черную повязку. Это муслин, 100% натуральный хлопок. По-нашему, как это говорят, модлевка, только более премиального класса. Маску можно шить даже в домашних условиях, уверена алматинка Альбина Канатова. Потому с удовольствием это демонстрируют. Здесь важно выбрать дышащую ткань. Поплин, бязь, фланель. А рисунок уже на любой вкус. Сейчас в швейной мастерской настоящий ажиотаж. Люди, не найдя маски в аптеках, спешат заказать у частных производителей. Мы сейчас ведем переговоры с несколькими оптовиками. Они хотят тоже производить именно многоразовые маски. То эта маска не для защиты от вируса. Это просто для того, чтобы не прикасаться к лицу. Если кому-то спокойно и при этом он уверенно себя чувствует в красивой маске, пусть отшивает красивой маски. Может быть, будет эта рабочая маска для дома и какая-то выход на выход маска одна. Виктория Артамонова решила украсить детские маски. В аптеках нет подходящего размера для ребенка, а тут и с цветочками, и с корабликами. Шьет изделие мастер также из хлопка. При заказе всегда напоминает мамам. Повязку необходимо после каждой носки стирать и термически обрабатывать. Спрос есть. Мне постоянно звонят, пишут. Я не успеваю на WhatsApp отвечать. Так что люди уже хотят приехать. И мне сегодня нужно в другой город отправить заказ. Тенденция, конечно, идет на черный цвет. Все просят черные маски. Вот как ни странно, вроде бы как весна. Что касается деток, это однозначно идет цветные ткани. Они говорят, о, мне там розовенькую, там голубенькую, там с совушками, со звездочками. Эпидемиологи же, завидев гламурные аксессуары, хватаются за головы. Ведь они, особенно после стирки, вряд ли могут кого-либо уберечь от опасной инфекции. Да и обычные одноразовые маски не могут полноценно защитить от вируса. Тем, кто шьет дома, нужно учесть, маски должны иметь хороший фиксатор и плотно прилегать к области носа, рта и подбородка. Не важно, из чего сделано изделие и какой там дизайн. Ее необходимо заменять каждые два часа. Поэтому, если люди готовы покупать дорогие маски и менять их постоянно, это уже их дело. И все же спрос рождает предложение. Так что вместо привычных одноразовых повязок на алматинцах чаще можно увидеть вот такие оригинальные ручной работы. Цены на стильные средства защиты варьируются от 400 до 1500 тенге. В зависимости от фасона и сложности рисунков. Однако, судя по всему, за такими дизайнерскими масками идут чаще от безвыходности. Ведь сейчас их невозможно найти в аптеках. В США начали тестировать вакцину от COVID-19 на людях. Первые экспериментальные инъекции препарата уже ввели добровольцам. О результатах пока ничего не известно. Всего в испытаниях в исследовательском институте в Сиэтле участвуют 45 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Они будут в течение двух месяцев получать по две дозы вакцины. По словам ученых, сейчас они пытаются выяснить, безопасна ли вакцина для человека и должным ли образом иммунная система реагирует на нее. Однако, даже если испытания окажутся успешными, вакцина будет недоступна для широкого применения еще в течение года, говорят специалисты. К этой минуте все. Прямой эфир Хабара 24 продолжит брифинг из Алматы. Прямой эфир Хабара 24 продолжит брифинг. Прямой эфир Хабара 24 продолжит брифинг. Прямой эфир Хабара 24 продолжит брифинг. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...